Правильно все? Ну, действительно, в истории России такого еще не было. Конечно, вспоминается Советский Союз, очереди в Пушкинский музей, сокровища Тутанхамона, Сальвадор Дали. Понятно, что это уже вроде как седая старина, а такого действительно в истории Новой России еще не было. Мое мнение, что здесь причин две. Ну, причина первая – это то, что сейчас имеет место экономический кризис. И этот кризис, конечно, влияет на все, на все стороны жизни. Но, как известно, культура, она живет по своим законам. И кризис в экономике, то, что люди теряют где-то деньги, теряют где-то работу, они, что куда им идти? Им идти в культуру, им вспоминать о чем-то высоком, о том, что мир, он не только состоит из денег, там, офисов, а там, оказывается, еще и выставки бывают, еще и художники какие-то творят. И вот то, что люди об этом вспомнили – это факт. И здесь, я думаю, что если кризис будет продолжаться, я никому не желаю, чтобы он продолжался, дай бог, чтобы он прекратился, но если он будет продолжаться, то мы увидим еще большее посещение выставок, и не только на тех классиков, которые у всех на слуху. Ну, и с другой стороны, конечно, вот то, что эти классики у всех на слуху, это тоже большое значение имеет, потому что действительно вот такого масштаба выставок, как с Серовым, такого масштаба, как с Айвазовским, не было уже давно. И, ну, все-таки Айвазовский – это Айвазовский, его знают все. И на кого идут? Идут на имена. Людям нужны имена. Эти имена вспоминаются в первую очередь, поэтому туда просто идут абсолютно все. Не только узкий круг ценителей, а действительно, вот что называется, широкие массы. Ну, наверное, здесь есть еще третий момент, то, что, конечно, выставка Серова, на нее был немножко искусственный ажиотаж, вызванный тем, что с билетами была проблема, касса была одна, не справлялась, ну, две кассы. Народу сначала было немного, а потом ее посетил президент. Очень широко это как-то было растиражировано в средствах массовой информации. И вот в последние дни народ пошел. Даже так пошел, что пришлось продлевать. И я, честно говоря, думал, что с Айвазовским, поскольку Тетяковская галерея сделала выводы, выводы сделала очень хорошие, действительно, и количество касс увеличено, и билеты сейчас можно брать через интернет, что я думал, что такого ажиотажа не будет. Но, как выяснилось, ажиотажа нет, но посещаемость есть. И то, что Серова посещали в среднем 4,5 тысячи человек в день, а Айвазовского больше, 5 тысяч посещают в день. Это много. И, значит, все-таки дело не только в ажиотаже, а все-таки в тех двух причинах, о которых я сказал. Это поворот к духовности в связи с экономическим кризисом и то, что действительно это такие раскрученные имена и действительно великие художники. Все. Понимаете, это первое. Я думаю, что если эта тенденция сохранится, то люди потянутся ко всем видам искусственным. И к современному, и к модернистскому, и к неформальному, и к каким угодно. Опять возникнет интерес и к инсталляциями, к перформансам. Это все опять будет. Просто сейчас первый шаг после двух десятилетий практически, ну, скажем так, сильнейшего падения интереса к искусству и очень печального нефтяной иглы, которая колола не только всю Россию, а колола и нас, и культуру России. Мы ведь тоже это все чувствовали. Мы чувствовали, что люди думают не о культуре. Люди думали о деньгах, о наживе. И думали, как бы побольше нажить. Это вытесняло абсолютно все, как у Пелевина орально-анальный вау-фактор. Вот это вау, оно слышалось отовсюду. Когда человек вместо личности превращался в идентии. И то, что сейчас, по всей видимости, и я очень на это надеюсь, произойдет переоценка ценностей. Действительно, люди опять вспомнят о высоком. И потянутся к чему-то красивому, по-настоящему красивому. Той красоте, которая спасет мир по-достоевскому. И я думаю, что если этот процесс пойдет дальше в том же направлении, теми же шагами, то мы это увидим и на выставках современных художников, и не только классического направления. Спасибо. Удачи вам. Счастливо. Удачи вам. 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 Продолжение следует...